Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами о некоторых речевых оборотах, которые порой употребляются в неправильном значении. Зачастую мы можем слышать, как такое слово, пришедшее к нам из французского языка, некамильфо, звучит в значении не так, как хотелось бы. В то время как изначально, в XIX веке, это слово было также довольно распространено и применяется оно в значении неприличной, то есть такой, который не соответствует правилам хорошего тона. Напротив, камильфо – это то, что соответствует правилам хорошего тона, то есть соответствует приличному обществу и приличные. Готический. Слово происходит от названия стиля, который был распространен главным образом в архитектуре, также в интерьере и одежде. Этот стиль был распространен в Европе в промежутке приблизительно с XI до XVI века. Можно проследить образцы проявления этого стиля. Сегодня же это слово можно услышать в значении «готский». Эти два понятия часто путают. «готский» означает совершенно другое. Это то, что принадлежит к течению готов. Продолжение следует... Еще одно очень интересное слово «нелицеприятно», употребляемое часто по незнанию в значении «неприятно». На самом же деле это слово мы можем третить во всем известных басня Крылова, которое многие изучали в школе, но мало кто помнит. Басня о том, как животные судили щуков. И там звучала фраза буквально следующая. «При этом не было в судьях лицеприязни», то есть у них не было предвзятости. Они судили непредвзято, справедливо. То есть в данной басне, в данном контексте это значение употреблено в переносном смысле, потому что те судьи на самом деле были весьма предвзяты. Итак, правильное значение слов. Если мы хотим сказать неподобающий, несоответствующий определенному уровню, мы говорим не комильфо. В отношении стиля мы говорим готический, в отношении культурного течения мы говорим готский. И если же мы хотим сказать справедливый, мы говорим нелицеприятный. Если же мы говорим нелицеприятный, мы говорим справедливый. Давайте больше читать, чтобы помогать друг другу говорить правильно и тем самым облегчить понимание друг друга. Всем спасибо за просмотр. Жду вас на своем канале. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok